Вопросы без ответов и ссылки на тайну следствия. Только через неделю после того, как в столичном парке двое детей получили удар током, муниципальный совет Кишинева заслушал Вячеслава Буца, руководителя предприятия Лумтех, в ведении которого находится освещение столицы. Муниципальные советники засыпали его вопросами, на которые получили уклончивые ответы. Советник от партии социалистов Сильвия Григорьева попыталась выяснить, что стало причиной этого трагического инцидента и что было предпринято. Ссылки на тайну следствия стали лейтмотивом ответов Вячеслава Буца почти на все вопросы советников. Такими были и ответы на вопросы советника от ПСРМ Александра Одинцова о том, побывал ли он на месте трагедии, проверял ли лично он или другие ответственные представители Лумтех работы по установке освещения в этом парке. Глава предприятия объявил и эту информацию частью тайны следствия. Вопрос технический, в принципе, я считаю, тоже он затрагивает историю этого дела, поэтому считаю, что выносить какую-то ясность я не имею сегодня возможности. То, что мы были, то, что мы присутствовали, это да. Не смог он ответить и на вопрос советника от партии Платформа Да, Виктора Керонды. Электроосветительная установка на этой площади находится на балансе Лумтех? Нет. На чьем балансе она находится? Я пока не могу вам сказать. Вы не знаете? Нет. В определенный момент советник от ПДС Диана Рожко посчитала необходимым вмешаться в дискуссию, вместо того, чтобы спросить об электрических сетях, задала вопрос о состоянии деревьев. Это вызвало смех среди ее коллег. Прошу сообщить период последней инвентаризации состояния деревьев и зеленых насаждений в секторе Ботаника. Этот господин из Лумтех. Тише, тише, коллеги. Тише, тише, коллеги. Путаница из-за того, что советник от ПДС не знает в лицо и по имени и фамилии директоров, начальников, несмотря на то, что с самого начала было объявлено, кто находится в президиуме. После трагедии жители столицы сообщили о нескольких случаях обнаружения в публичных местах обвисших или незащищенных электрических проводов. Горожане выразили обеспокоенность тем, что несчастье может повториться. В ответ на это глава Лумтех заверил, что после этого случая были проверены все публичные места и нарушения не выявлены. Напомним, трагедия, в результате которой двое детей пострадали от удара электротоком в одном из столичных парков, произошла на прошлой неделе. В результате 11-летняя девочка погибла, а 6-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в институт матери и ребенка. Через несколько дней состояние мальчика улучшилось.